Масштабная реконструкция улицы 22-го портсъезда подходит к завершению. Подрядчик уже приступил к укладке верхнего слоя покрытия в границах улицы Новосадовой и Московского шоссе. Укладка по основному ходу автодороги началась в четверг, утром, пока погодные условия были благоприятными. Территорию обеспылили, пролили битумной эмульсией, после чего стартовал процесс устройства финального слоя. Для оперативности работ на объекте задействовали сразу два асфальтоукладочных комплекса. Это позволяет получить практически бесшумное покрытие, на котором незаметны стыки. Такой подход обеспечит более надежную защиту от попадания влаги, возникновения дефектов. Используется высокопрочный асфальтобетон последнего поколения. Специалисты отмечают, что такое покрытие более износостойкое, выдержит большую нагрузку при интенсивном движении транспорта. После того, как рабочие завершат укладку верхнего слоя, приступят к нанесению разметки и асфальтированию въездов на внутриквартальные территории. Данные работы будут вести только при сухой погоде. Параллельно с укладкой финишного покрытия завершается установка дорожных знаков, устройства освещения, газонов и тротуаров. При больших уклонах, а здесь на этой улице большой продольный уклон, необходимо делать площадки горизонтальные для того, чтобы маломобильные группы населения могли на этой площадке остановиться, перевести дух. То есть через какой-то определенный промежуток большого уклона есть горизонтальные площадки. Между направляющими ограждениями и тротуаром уложена специальная плитка, которая обеспечит дренажный эффект. Это сделано для отвода дождевых и талых вод. Ранее на участке от Новосадовой до Московского шоссе переложили водопровод и канализационные сети, трубы теплоснабжения и газовую линию. Велись работы на линии связи. Кроме того, установили новые люки колодцев и ливневок. Только по основному ходу таких люков 60. Для разделения потоков автомобильного движения прямого и обратного направлений устроена разделительная полоса с плиточным покрытием и направляющими ограждениями. Это будет способствовать повышению безопасности движения, исключит вероятность лобовых столкновений и других тяжелых ДТП. На участке четыре полосы, по две в каждом направлении, шириной около трех метров. Также сделано уширение, чтобы не создавались пробки и автомобилисты могли спокойно выезжать на Московское шоссе. На самом деле это правильно, потому что уже во многих других регионах так делается. Это в разы удобнее и более по-современному. Улицу 22-го партсъезда обновляют в два этапа. От улицы Солнечной до Новосадовой уже завершили все работы. В том числе уложили новый асфальт и установили остановку общественного транспорта. Учитывая многочисленное обращение жителей, подрядная организация заменила покрытие экоплиткой на покрытие из тротуарной плитки. Сейчас движения на этом участке нет. Его откроют, когда завершатся все необходимые процедуры. Все этапы реконструкции находятся на постоянном контроле. Завершить работу планируется до 31 января следующего года. Автомобилисты смогут проехать по новой транспортной развязке чуть позже. Месяц февраль, это как раз будет месяц, который дается на вот объекта. Будут собираться справки о выполнении технических условий. Готовится пакет необходимых документов. Готовый пакет будет передан в Министерство строительства для получения разрешения на вот объекта. Зарегистрируют в департаменте, поставят на кадастровый счет объект и будет введен в эксплуатацию. К настоящему времени работы на объекте выполнены примерно на 85 процентов. Реконструкция улицы 22-го портсъезда входит в мероприятие по повышению эффективности разгрузки трафика. Новая дорога станет еще одним связующим звеном между основными магистралями Московским шоссе и улицей Новосадовой, которая относится к опорным объектам уличной дорожной сети. В результате реконструкции максимально удобным станет весь транспортный узел вместе с эстакадой, двухуровневой автомобильной развязкой, которая была построена от пересечения улиц Новосадовой и Советской армии и открыта в октябре 2022 года. Елизавета Прокопенкова, Сергей Баскин, События.